Положение об оценке работы главы города по результатам его годового отчета активно обсуждали с января. Согласно ему, после двух неудов от депутатов, градоначальник должен был уходить в отставку. Но в процессе обсуждений выяснилось, что этот пункт невозможно реализовать. Отстранить главу можно будет только тогда, когда процедура будет полностью прописана в уставе города. Рабочая группа должна была доработать положение. Исключение этого пункта – это и есть то изменение, которое мы сделали, пока не вставая на путь про подписывание процедуры отставки в уставе города. В рабочую группу входили представители, понятно, депутатского корпуса, администрация. Произвели еще некоторые доработки, исключили пункты спорные, которые требуют такого дополнительного объема работы. И рабочая группа представила новый обновленный проект решения. В обновленной версии конкретизировали содержание отчета, порядок и сроки его предоставления и рассмотрения, порядок принятия решения. Некоторые депутаты возмутились, что снова не продумали критерии оценки деятельности градоначальника. Также на заседании обсудили поправки в бюджете города на 2024 год. Планируется, что доходы увеличатся на 327 миллионов рублей, расходы на 339 миллионов рублей. Дефицит покроют за счет остатков средств за год. Проектом решения предусматривается финансирование объектов капитального строительства, школы по улице Зорге, Центр культурного развития, реконструкция чистных сооружений, вторая очередь. В сумме 291 миллиона рублей, в том числе 288,2 миллиона рублей за счет средств субсидий областного бюджета. Также проектом решения предусматривается софинансирование антитеррористических мероприятий в дошкольных учреждениях в сумме 6,1 миллиона рублей. Деньги также выделят на специализированные классы по разработке, производству и эксплуатации беспилотников в 10-й школе. По указу президента в муниципалитетах начали прорабатывать местные программы инициативного бюджетирования на примере регионального «Вам решать», чтобы жители Сарова могли дополнительно реализовывать свои идеи, проекты благоустройства на городском уровне. На эти цели в этом году выделят 30 миллионов рублей. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.